Друзья, привет! С вами компания Руфер. Нахожусь на очередном из наших объектов. Сегодня мы закончили все работы по монтажу. Выполняли здесь работы по фасаду. В настоящее время убрали территорию. Сложили уже инструмент леса. И готов вам показать итоговый результат, финиш, который у нас получился. И рассказать в целом о проделанной работе. Вот такой вот у нас имеется дом. Здесь у нас имеется терраса. Она холодная. Здесь холодное остекление. Вот как раз мой коллега еще убирает инструмент на террасе. Она у нас холодная, соответственно, мы ее не утепляли. Что мы делали? Первый этап, который мы провели на данном доме, мы утеплили. Дом у нас деревянный, с бруса. Общая толщина теплоизоляции получилась у нас 100 мм. Делали перехлестным способом. Первый брусок, утеплитель между бруска. Второй брусок перехлестным способом. И, соответственно, еще слой утепления. Дальше уже диффузионную мембрану. В качестве финишного отделочного материала на фасаде мы применили вот такой вот фиброцементный сайдинг от компании Decover. Внутренний угол вот здесь вот мы выполнили вот таким вот способом. Каких-либо здесь наличников на внутреннем угле мы не применяли. Decover аккуратно подрезали. И, соответственно, состыковали. Вот так вот все аккуратно смотрится. Вот здесь вот на террасе мы применили фиброцемент для отделки, соответственно, углового элемента и для отделки окон. Вот здесь мы его распускали на две части. Ширина доски фиброцементной сайдинга 190 мм. Соответственно, здесь мы его выполнили в половину. При отделке окон основных, уже основного дома, а не террасы и угловых элементов, мы уже использовали целые доски фиброцементного сайдинга. Вот так вот все у нас смотрится. Сейчас я вам покажу, как выглядит дом с каждой стороны. Вот здесь. Газовые трубы всегда необходимо оставлять открытыми. Здесь был приличный отступ, поэтому нам не пришлось их переносить. Или бывает способ, когда их обходишь металлом, делаешь такую металлическую окантовку, а туда подводишь, соответственно, фиброцементный сайдинг. Но здесь был приличный зазор, который нам позволил утеплить и смонтировать сайдинг. Поэтому мы переносом здесь не занимались и вариант с металлическим обрамлением тоже не применяли. Вот так выглядит задняя сторона дома. Цоколь мы здесь немного поправили. Остался старый, по пожеланию заказчика. Мы его не меняли, но здесь была допущена, кстати, типовая ошибка. От отмостки отступа не было. Его смонтировали изначально вплотную к отмостке. Из-за чего его выдавило. Панели просто-напросто вышли из своих замков. Ну, материал сохранили, оставили. Просто уже подняли его выше. На доме имеются, обратите внимание, два кондиционера. Демонтаж кондиционеров здесь не проводился. Поэтому мы аккуратно их обошли дековером. Зазор между фасадом тоже у нас сохранился. Это обязательно нужно делать, потому что блок должен вентилироваться со всех сторон, чтобы он не перегревался. Ну, и вот это требование мы тоже соблюли на данном объекте. И здесь вот опять видим террасу. Перерубы нам пришлось здесь немножко подрезать. Ну, немного. Мы срезали где-то около двух с половиной сантиметров. Ну, и, соответственно, все остальное отыграли двойным слоем утепления, брешеткой, выравниванием. И получился у нас вот такой вот результат. Наружные углы без переруба. Вот здесь вот верхней части переруба, естественно, мы оставили. Потому что на него упирается крайняя стропила. И также его дополнительно усилили с помощью конструкционных саморезов, которые закрутили по косой под 45 градусов. Дабы предотвратить перелом такого вот места. Ну, это на самом деле больше перестраховка. Работать он будет и так. Тем более дом уже отстоялся. Построен был давно. Он полностью сел. Поэтому здесь какой-либо усадки уже 100% не будет. На террасе тоже переруба мы сохранили. И, как видите, их просто покрасили. Выбрали хорошую краску. И в три слоя с промежуточным шлифованием ее нанесли. Заказчик у нас пожелал их сохранить. В естественном виде, как они выглядят. Ну и, соответственно, кровля здесь уже была и подшив ранее выполнена. Вот терраса у нас с другой стороны получилась. Удосточные трубы, естественно, при монтаже мы снимали. Ну и далее их установили на свое место. Дополнительно также смонтировали вот такие вот ДПК-ограждения. Ну, закрепили ребята их надежно. Не оторвать. Прям очень такая получилась надежная жесткая фиксация. Вот так вот аккуратно смотрится входная группа. Вот такие вот работы по фасаду мы провели. А, забыл, друзья, еще сказать вам про балкон. Здесь, смотрите, нестандартное решение мы применили. Обратите внимание. Нарезали, соответственно, вот такие вот планки. Вот такие вот планки из фиброцементного сайдинга. И с помощью него выполнили, соответственно, ограждение. До этого здесь по такому же принципу балкон был выполнен. И заменили поликарбонат. Только применялась, соответственно, доска 100 на 20. И была покрашена. Ну, фиброцемент здесь прослужит гораздо дольше, так как он не боится влаги. Внутри террасы, стену дома мы тоже обшили. Здесь имеется вот такая входная группа на кухне. Входная дверь в дом. И небольшое вот такое вот окошко. Здесь дверь стоит на разном уровне с окном. Поэтому получилась здесь небольшая вот такая вот ступень. А вот эту часть мы отыграли. Мы специально ее выполнили. Немножко заузили профиль у окна. И выполнили одной шириной, как у нас наличник на, соответственно, двери. С левой стороны. И такой же ширины, как наличник на окне справа. Для того, чтобы все это смотрелось красиво и симметрично. Вот так вот внутри и вблизи, собственно, выглядит фиброцемент. Сейчас еще выйду на улицу. Покажу вам небольшие детали. Вот вблизи фактура фиброцементного сайдинга. Ну и, соответственно, вот так вот мы выполняем монтаж от костной части. Заменили еще, кстати, отливы вот здесь вот. Поставили вот такие вот белые отливы из матового полиэстера. Наличник у нас крепится с помощью саморезов. И саморез закрашивается. Видно его только на близком расстоянии. На расстоянии уже больше трех метров. Саморез в глаза не бросается. Он сливается. Вот такие вот работы мы сделали на данном объекте. Всем пока. До скорых встреч. До скорых встреч.